привет меня зовут саша или александр на пасаран и многие сейчас люди задаются вопросом почему мне не везет в личной жизни сожалению эта проблема достаточно актуальна для огромного числа людей и здесь однозначно ответа наверное невозможно найти но все-таки я попытаюсь в этом видео подсказать и сделать определенные моменты определенные усилия определенные акценты расставить на том на что стоит обратить внимание если все-таки тебе не везет в личной жизни и что можно изменить в ней чтобы наконец-то не то что повезло лично жизни было и главным моментом почему мы выбираем не тех людей которые нам нужны я выделю и среди этих моментов два момента первый момент самый сложный для понимания будет это то что мы несмотря на то что есть такого утверждения противоположности притягиваться мы все-таки притягиваем и находим интересным того человека что нас привлекает другими словами если мы встречаем человека подлеца если мы встречаем человека негодяя если мы встречаем человека откровенного какого-то психопата какие какого-то морального урода то значит к сожалению нужно констатировать тот момент тот факт что именно вот такие черты характера черты личные черты личности привлекают нас и являются для нас привлекательным значит мы скорее всего не можем позволить себе подобного поведения но нам это поведение нравится и почему это происходит наверное это если с точки зрения христианства можно ответить что в этом это это является последствием нашей греховной сущности нашего ухода от бога и нашего влечения греховной суши сущности и ухода в сторону сатаны служение ему но если мы все-таки начинаем продолжаем борьбу цикл со своей греховной сущностью то мы эту проблему можем избежать и когда в очередной раз нас привлечет какой-то негодяй и обратит на наше внимание на себя мы скажем негодяй нам не интересен поставим точку и пойдем дальше и сэкономим свои силы свою жизнь свое время и даже материальные ресурсы на сэконом другой момент на который я хочу обратить внимание это более простое для понимания это конечно же то что есть у определенных людей какие-то проблемы воспитания были проблемы с воспитанием когда они были воспитаны проходили свое обучение свое становление как личность в определенной нездоровой среды когда родители и либо какие какое-то окружение прямо скажем нездорово психически когда людей гнобили когда людей над людьми издевались в детском возрасте беззащитном возрасте и в тот момент человек воспринимал эту ситуацию как норма точнее начинался воспринимать ситуацию как норма понятно в начале может быть было какое-то сопротивление но с чем дальше и дальше происходили дела тем больше человек воспринимал эту ситуацию как норму и в тот момент когда он вырос то для него нормальными являлась ситуация когда его в набят когда над ним издеваются и и при знакомстве с противоположным полом конечно же он обращал внимание на ту комфортную среду которой он привык если эта среда нормально адекватно когда мы встречали в своей жизни можете даже вспомнить нами здесь ситуация когда мы встречаем своей жизни если для кого-то проблема кто мы встречаем своей жизни какого-то хорошего человека прекрасного семья на будущее но для или семьянинку то для нас это было мягко сказать некомфортным каким-то каким какой-то деструктивной ситуацией мы чувствовали себя как не в своей тарелке и мы уходили от такого человека но в то же время когда мы встречали откровенных негодяев и негодяец мы чувствовали себя как в своей тарелке и все у нас было прекрасно и мы чувствуем мы как-то расслаблялись и понимали вот это мое это мое привычное состояние я к этой ситуации привык наверное вот дальше с этим человеком нужно строить отношения и вот с этим связано и неудачи не успех лично жизни и впоследствии возможно даже для кого-то в семейной жизни что я хочу в конце видео это какой будет итог я хочу подвести это вот те моменты которые предел с ними нужно бороться и на них первую очередь конечно обратить внимание и подумать сами как это можно избежать и при встрече нового человека в своей жизни подумать они вот повторяются ли вот эти две ситуации если они повторяются проработать над ними и сказать свое твердо нет я не хочу повторения того геморроя который у меня был предшествующий период моей жизни и все будет классно и хороший замечательный человек в этой ситуации не пройдет просто мимо вас вот как то так потому что личная жизнь это могу сказать этот труд труд еще раскрыт и труд над самим собой вот на этом все спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал до новых встреч друзья пока и пусть у вас будет счастье в личной жизни в дальнейшем и в семейной жизни конечно пока